Сегодня Каспийск отметил один из важных праздников весны – Масленицу. Это событие символизирует переход от зимы к весне. Организаторы мероприятия постарались окунуть жителей Каспийска в атмосферу старого русского праздника. Для этого по всей площади развернулась целая ярмарка блинов и бубликов. Ответов вкусности, горожане в предвкушении ожидали традиционный концерт. Открыл мероприятие торжественной речью начальник управления культуры города Каспийска Мурат Магомедов. Добрый день, уважаемые каспийчане, гости нашего города. От лица главы городского округа города Каспийска Бориса Ивановича Гонцова хотелось бы поздравить вас с этим замечательным праздником – праздником Масленицы. Масленица ознаменовывается тем, что уходит холода и наступает теплая наша пора. Мы желаем вам искреннего тепла в каждый дом, мира, добра и благополучия. Удалось передать всю колоритность праздника не только традиционными блинами, но и русскими народными песнями. Так на сцену был приглашен военный оркестр краснознаменной Каспийской флотилии. Нам нужны такие корабли на море, чтобы мы могли с любой волной поспорить. Маяки нужны, и нужен нам локатор, а еще нам верные нужны ребята. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья. Отметим, что организаторами выступил Республиканский центр русского языка и культуры при Министерстве по национальной политике и делам религии. Управление по делам культуры, молодежной политики, туризму, физкультуры и спорта городского округа Каспийск во время праздничной программы присоединился к гуляниям министр по делам национальной политики и делам религии Энрик Муслимов. Масленица олицетворяет миром и согласием, который несет светопраздник, в том числе и в нашем многонациональном Дагестане, в нашей республике. Мы всегда гордимся тем, что у нас самый многонациональный субъект, и это действительно так, многоконфессиональный. И мы сделаем все для того, чтобы передать нашим потомкам нашу республику в таком состоянии, в котором мы ее получаем от наших предков. Уверен, что все те, кто сегодня пришел на площадь, будут праздновать вместе со всеми и пожелать друг другу мира и согласия. Также мероприятие посетила депутат Народного собрания Республики Дагестан Елена Павлюченко и многие другие. В рамках мероприятия ведущие провели для детей развлекательную программу, в которой дети разделились на команды и выполняли различные задания. Завершилось мероприятие выступлениями воспитанников детской школы искусств имени Сергея Акабабова, Дома детского творчества и многих других.